В устав Саратова внесли изменения. За поправки проголосовали депутаты городской думы. Принятые законодательные нормы устанавливают новый порядок избрания главы Саратова. Об этом и других решениях народных избранников расскажет Елена Петрова. В следующем созыве городской думы будут действовать новые нормы. За поправки в устав голосуют саратовские депутаты. Сначала изменилось федеральное законодательство, а теперь и город приводит документы в соответствие. По новым нормам должность главы города и главы администрации объединят в одну, а городскую думу возглавит председатель. Это будет новый пост в структуре думы, который займет отдельный человек. Высшее должностное лицо муниципального образования, глава муниципального образования, будет избираться в Саратовской городской думе из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на срок полномочий Саратовской городской думы и возглавлять администрацию города. Помимо этого, устав предлагается дополнить новой статьей, в которой вводится должность председателя Саратовской городской думы. Новый порядок избрания главы муниципалитета вступит в силу в следующем созыве. Часть депутатов считает, что выборы на этот пост должны проводиться прямым голосованием. Но сегодня, говорит Олег Грищенко, идет выстраивание жесткой вертикали власти. Исполнительная власть не самостоятельна в принятии решений, а значит такие выборы не оправдают ожидания избирателей. Пока такая вот система управления у нас, такая вот модель, может быть через нее надо в стороне даже пройти, посмотреть, как она себя зарекомендует. Посмотрим. Сегодня больше полномочий отдали губернаторам. И не случайно мы там передаем огромное количество полномочий на уровень субъекта. И сегодня мы даже сами выходим с предложением, значит, чтобы у нас забрали Горолетотранс, чтобы у нас забрали Саратовводоканал. Потому что сделать так, чтобы эти предприятия работали рентабельно, мы не можем. Это не в наших силах. Пока же вопрос о Саратовводоканале остается в ведении. Муниципалитета приходится думать о том, как поддержать его на плаву. Предприятию из бюджета выделяют 20 миллионов рублей. В более чем скромных доходах городской казны нашли средства и на то, чтобы продолжать строительство детских садов. В бюджете постарались предусмотреть самые важные направления. Затронули депутаты и сложный вопрос переселения из аварийного жилья. Пока региональные власти не выделили Саратову средств на выполнение программы. А значит, город не может приступить к покупке квартир. Елена Петрова, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов. Продолжение следует...